Сегодня в выпуске. Байден уходит, но это не точно. Кто такой Джеймс Дэвид Вэнс, которого Трамп ведет в вице-президенты? Байден открыл нелегалам простой путь к грин-карте, что известно о стрелке, устроившем ему покушение на Трампа. Американцам разрешили варить самогон. Рекордная серия торнадо в Нью-Йорке. Член горсовета Нью-Йорка укусила полицейского. Привет! Я, хороший ведущий Дмитрий Сахно, рад снова приветствовать вас на нашем канале. Иммиграционный адвокат Екатерина Муратова и интернет-издание Форум Дейли собрали для вас самые интересные новости недели. Поставьте лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Несколько видных демократов на условиях анонимности рассказали журналистам, что партийным лидерам и близким друзьям удалось убедить Джо Байдена выйти из президентской гонки. О своем решении он якобы объявит со дня на день. 81-летний президент сначала провалил дебаты, и ему нужно было срочно реанимировать свой имидж. Как раз в этот неудобный для него момент он заразился ковидом и сейчас находится на самоизоляции. Источники говорят, что хоть он и бодрится на публике, в частном порядке Байден наконец смирился с низким уровнем поддержки, отраженным в вопросах и готов прогнуться под давлением партийных лидеров, призывающих его выйти из гонки. Если говорить беспрекрас, то партийное руководство, его друзья и ключевые спонсоры считают, что у Байдена уже нет никаких шансов победить, он не может изменить общественное восприятие, его возраста и когнитивных способностей. Поэтому его просят уйти, чтобы новый кандидат дал демократам хоть какую-то надежду на фоне невероятно растущей популярности Трампа. Недавний опрос показал, что почти две трети демократов хотят, чтобы Байден вышел из президентской гонки, и партийные лидеры пытаются донести президенту, что спорить с такими показателями просто бесполезно. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер, демократ от Нью-Йорка, сказал Байдену в день покушения на Трампа, что было бы лучше, если бы Байден вышел из игры. Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, демократ от Калифорнии, прямо сказала Байдену, что он может уничтожить шансы демократов вернуть себе большинство в палате представителей. Барак Обама прямо не призывал Байдена выйти из гонки, но признал, что его шансы на победу сократились. Билл и Хиллари Клинтон последовали примеру Обамы. Все это привело к тому, что Байден, по словам приближенных к нему политиков, все чаще спрашивает о шансах вице-президента Камалы Харрис победить Трампа. По словам источников, наиболее вероятный сценарий, Байден в ближайшие дни, до съезда демократической партии в августе, отклоняется и поддержит Харрис. Формально он оставит за делегатами право принять окончательное решение относительно того, кого выдвигать вместо него. Ну, что же это за демократическая партия без формальной демократии? Но на самом деле, мы понимаем, у демократов не особо большой выбор запасных кандидатов в президенты в этом году. Если Обама и Клинтоны также поддержат Харрис, то у нее будут отличные шансы на выборах, по крайней мере, теоретически. Пока у Байдена с выборами все сложно, у Трампа все просто и понятно. На этой неделе он принял официальную номинацию в президенты от республиканской партии и представил своего вице-президента, Джеймса Дэвида Вэнса. Молодой, ему всего 39 лет, харизматичный. Сенатор из Огайо – это политический клон Трампа. По крайней мере, так говорят демократы. Сам Вэнс прошел трансформацию от ненавидящего Трампа политика до его ярого сторонника. Еще в 2016-м он заявлял, что Трамп может стать американским Гитлером, называл его токсичным, сравнивал с опиумом. Но Вэнс изменил свое мнение, когда готовился к выборам в Сенат в 22-м году. Он удалил старые противоречивые твиты о Трампе и стал хвалить его работу в должности президента. В итоге Вэнс получил поддержку Трампа на выборах в Сенат. Сегодня он один из самых верных союзников 45-го президента. Вэнс очень популярен среди основных сторонников Трампа. Однако еще предстоит увидеть, как к нему отнесутся более либеральные избиратели. Он разделяет агрессивный подход Трампа к политике, и его консервативные высказывания по таким вопросам, как аборты, могут отпугнуть умеренных избирателей. Вэнс в два раза моложе Трампа, что сыграет ему на руку. И ему, и их тандему, поскольку многие избиратели переживали из-за преклонного возраста основных кандидатов в президенты. Большинство американцев до 17 июля вообще мало что знали о Вэнсе. 13% опрошенных СНН-избирателей высказали благоприятное мнение о Вэнсе, 20% неблагоприятное. Почти две трети либо никогда не слышали о нем, либо вообще затруднились сказать о политике хоть что-нибудь. Детство Вэнса прошло в Кентуккие Огайо. Он описал бедность его семьи в автобиографической книге «Деревенская элегия», вышедшей в 2016 году и ставшей бестселлером. Мать Вэнса боролась с наркотической зависимостью, поэтому он провел большую часть детства с бабушкой. Затем была служба в армии и политическая карьера. Вэнс олицетворяет собой новых правых, исповедующих популистский консерватизм. Он поддерживает пошлины на торговлю, выступает против вмешательства США в зарубежные конфликты, а особенно в войну между Россией и Украиной. Вэнс выступал против законопроекта о выделении Украине нового пакета помощи в размере 60 миллиардов долларов. Он считает, что это бесполезные расходы, так как Украина, по его мнению, не может победить в этой войне из-за того, что ее население значительно меньше населения России и размеры армии несопоставимы. В своей первой речи в качестве возможного вице-президента на национальном съезде республиканской партии Вэнс обещал бороться за права американцев из рабочего класса, которые, по его словам, были отброшены и забыты демократами. Он пока не делал никаких высказываний относительно иммигрантов. Если Трамп выиграет выборы, Вэнс станет первым в истории США вице-президентом-миллениалом. Он также будет одним из самых молодых политиков, занимавших этот пост. Месяц назад администрация Джо Байдена объявила о программе, которая откроет упрощенный путь к грин-карте для нелегальных мигрантов. Этот шаг позволит нелегально живущим в стране супругам и детям граждан США подать заявку на пароли-ин-плейс, после чего они смогут довольно быстро получить грин-карту. Сейчас президент объявил, что заявки для участия в этой программе начнут принимать 19 августа. Новая мера коснется где-то полумиллиона супругов-нелегалов-граждан США и около 50 тысяч детей-нелегалов, чьи родители состоят в браке с американцами. Лица, состоящие в браке с гражданами США, как правило, имеют право на получение статуса постоянного жителя, если супруг или супруга подает заявление от их имени. Однако для людей, находящихся в стране нелегально, этот процесс более сложен. Обычно им требуется покинуть страну для получения статуса постоянного жителя, и они рискуют получить запрет на повторный въезд на годы, а может быть и навсегда. Шаг администрации Байдена позволит большинству людей, находящихся в этой ситуации, подать заявление на грин-карту, не покидая страну и не разлучаясь с семьей. Детали программы будут опубликованы в ближайшие недели. Однако уже сейчас известно, что податься на участие в программе смогут несудимые нелегалы, постоянно проживающие и физически находившиеся в Соединенных Штатах с 17 июня 2014 года, а также состоящие в законном браке с гражданином США по состоянию на 17 июня 2024 года. Разрешение остаться или пароли in place разрешает иностранцу жить в США на основании гуманитарных соображений. Но самое главное, оно дает нелегалу право получить грин-карту, не покидая США. Это невозможно ни по какой другой схеме. Например, нелегалы, состоящие в браке с американцами, имеют право на грин-карту, но для ее получения они должны покинуть страну и подать заявку за пределами США. По закону 1996 года, если нелегальный эмигрант, находящийся в стране более года, покидает США, ему запрещается въезд на следующие 10 лет. Запрет применяется даже к лицам, состоящим в браке с гражданами США. В результате многие нелегалы, имеющие право на грин-карту по браку, не подают заявление на нее, опасаясь 10-летней разлуки. Но теперь у них появился шанс. Любое лицо, которому будет предоставлен пароль in place в рамках этой программы, сможет изменить свой статус и получить грин-карту, не покидая страну. Давайте поприветствуем иммиграционного адвоката Екатерину Муратову, которая присоединилась к нам для обсуждения паролей in place. Добрый день, Екатерина. В США не так много русскоязычных нелегалов, состоящих в браке с американцами, поэтому новая программа Байдена касается немногих наших зрителей. Но пароль in place – это не только иммиграционный инструмент. Он существует уже больше 10 лет и доступен разным категориям иностранцев в США. Скажите, пожалуйста, русскоязычные иммигранты могут каким-то образом претендовать на его получение? Ведь все выглядит довольно заманчиво. Право избежать депортации с последующей возможностью получить грин-карту – не шанс, а мечта. Есть ли у наших иммигрантов шанс на ее осуществление? Добрый день. К сказанному я хочу добавить, что иностранные граждане, которые приехали в США по любой неиммиграционной визе или по паролю, впоследствии их статус закончился, они остались в США нелегально, встретили свою вторую половину, кто является гражданином или гражданкой США, и вышли замуж или женились, они могут получить грин-карту внутри США. Данная программа касается людей, которые прибыли в США без инспекции, то есть проникли через туннели, реки и так далее, а у них не было никогда встречи с пограничником. Такая категория иностранных граждан не может поменять статус внутри США. Даже в случае одобренной любой петиции им придется покидать территорию США, чтобы пройти консульский процесс. И покинув территорию США, конечно, у них возникнет 10-летний запрет на возврат. Можно сделать ходатайство, чтобы отменили данный запрет, с учетом того, что такая длительная разлука будет очень сложна для их супруга, гражданина или гражданки США. Однако сроки рассмотрения такого ходатайства на данный момент 4,5-5 лет. В дополнение к срокам рассмотрения основного заявления. И, конечно, многие супруги граждан США не хотят покидать территорию США и рисковать, будучи в разлуке несколько лет со своими супругами, а также, возможно, детьми, которые уже родились на территории США. В результате они делают выбор в пользу жизни в США, но без документов. И данная программа даст возможность этой категории иммигрантов легализоваться в Соединенных Штатах, не покидая страну, не рискуя быть в разлуке со своими родственниками и получить грин-карту наряду со всеми другими супругами граждан США, которые прибыли в США законным способом. Как вы правильно сказали, по предварительным подсчетам, таких людей около половины миллиона людей. И, конечно, принимать участие в данной программе могут граждане любых стран, включая наших иммигрантов, граждан стран посоветского пространства. Если какая-то категория людей прибыла в США незаконно, без инспекции, то, конечно, это очень большой шанс для них получить документы и жить здесь спокойно, свободно, ничего не опасаясь. Спасибо, Екатерина. Ну а мы продолжаем. Проверка телефона Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в Трампа неделю назад, показала, что он искал изображение и информацию о многих известных политиках. В частности, он читал про Джо Байдена, Дональда Трампа, директора ФБР Кристофера Рея, генерального прокурора Меррика Гарланда и члена британской королевской семьи, имя которого не уточняется. Крукс также гуглил информацию о депрессивном расстройстве. Правоохранители до сих пор не могут установить мотив 20-летнего жителя Пенсильвании, который стрелял в Трампа на предвыбранном митинге 13 июля. Списки избирателей штата показывают, что Крукс был зарегистрированным республиканцем. Предстоящие президентские выборы 5 ноября стали бы для него первыми, на которых он смог проголосовать. При этом, когда Круксу было 17 лет, он пожертвовал 15 долларов организации ActBlue, которая собирает деньги для левых и либеральных политиков. То есть он явно не мог определиться со своими политическими взглядами. Томас Крукс окончил школу с наградой за успехи в математике и естественных науках. Одноклассники говорят, что его постоянно булили, а также вспоминают, что у парня была нездоровая заинтересованность убийством 35-го президента США Джона Кеннеди. Судя по информации, собранной правоохранителями на данный момент, парень основательно подошел к подготовке покушения на Трампа. 12 июня, накануне покушения, Крукс посетил стрелковый клуб, членом которого он был, и попрактиковался в стрельбе. На следующее утро он пошел в магазин Home Depot, где купил 5-метровую лестницу и вооружейный магазин, в котором приобрел 50 патронов. Затем Крукс присоединился к тысячам людей, собравшимся на митинг Трампа в Баттлере. Он припарковал машину недалеко от места, где проходило мероприятие. В багажнике его автомобиля было спрятано самодельное взрывное устройство, подключенное к передатчику, который Крукс носил с собой. Затем, как полагают следователи, он использовал недавно купленную лестницу, чтобы забраться на крышу близлежащего здания и открыть огонь по кандидату в президенты. Судя по тому, что в багажнике машины находилась металлическая коробка со взрывчаткой, а дистанционный детонатор Крукс носил с собой, покушение могло приобрести еще более разрушительные масштабы. Следователи рассматривают версию о том, что он планировал взрывом отвлечь внимание от стрельбы. Неясно, как Крукс собрал взрывное устройство, найденное в его машине. Следователи, анализируя его историю поиска в интернете, не нашли никаких признаков того, что он изучал конструкции самодельных взрывчатых веществ. Винтовка AR-15, которую стрелок использовал для стрельбы по Трампу, была легально куплена его отцом Мэтью Круксом. Она, согласно данным полиции штата Пенсильвания, числилась среди более чем 20 единиц огнестрельного оружия, зарегистрированных на Крукса-старшего и хранившихся в доме семьи. Весь этот арсенал был приобретен абсолютно легально. Родители стрелка, сотрудничающие со следователями с первых минут инцидента, поведали им, что Крукс не имел друзей и не проявлял никаких политических предпочтений. Однако, по словам источников, они не знали многого о том, что происходило в жизни сына в последнее время. Федеральный судья в Техасе постановил, что запрет 1868 года на домашнее изготовление крепких алкогольных напитков не конституционен. И теперь американцам можно варить самогон. Правильное решение. С ситуацией в стране без 100 граммов не разберешься. Судья Марк Питман поддержал юристов Ассоциации любителей дистилляции, утверждающих, что запрет превышает полномочия Конгресса по налогообложению и нарушает Конституцию США. Кроме того, суд запретил правительству США применять запрет на домашнее изготовление спиртных напитков в отношении членов Ассоциации любителей дистилляции. Группа людей, выступающих за легализацию произведенных дома спиртных напитков, таких как виски и бурбон. Но не спешите мастерить свой самогонный аппарат. Если правительство не обжалует решение до 24 июля, запрет на самогоноварение потеряет силу. А пока людям, изготавливающим крепкие спиртные напитки у себя дома, грозит штраф до 10 тысяч долларов или лишение свободы на срок до 5 лет. Четыре торнадо 16 июля свирепствовали в северной части штата Нью-Йорк. Более 10 обрушились на штат за последние две недели. Один человек погиб. Всего с 1 по 18 июля в штате подтверждено 14 торнадо. Никогда раньше, даже за весь июль, в штате не было столько смерчей. В этом месяце в Нью-Йорке произошло больше торнадо, чем в Оклахоме, Канзасе, Айове, Миссисипи и Алабаме вместе взятых. Хотя именно эти регионы называют аллеей торнадо из-за чистоты смерчей там. Губернатор Кэйти Хоуклл объявила чрезвычайное положение по всему штату Нью-Йорк. Торнадо разрушили сотни зданий, оставили без электричества более 100 тысяч домов. Из-за непогоды погиб житель Коностопы в округе Мэдисон. В Бруклине 17 июля разгорелись нешуточные страсти из-за приюта для бездомных. Член городского совета Сьюзен Зуан укусила за руку офицера полиции. Инцидент произошел на акции протеста против строительства приюта для бездомных в районе Бенсон-Херск. Женщину арестовали и предъявили обвинение в нападении, сопротивлении аресту, воспрепятствовании деятельности органов власти и хулиганстве, а потом отпустили под подписку о невыезде. Пострадавший коп Фрэнк Диджакома был доставлен в больницу с большим укусом на руке. Зуан член горсовета Нью-Йорка от Демократической партии. По ее словам, она укусила полисмена, пытаясь защитить 80-летнюю женщину, которую полицейские оттеснили к барьерам. Зуан показала представителям СМИ свои ушибленные руки. Ее адвокат уверен, что обвинения будут сняты, как только полная история станет известно. Городской совет может наказать Зуан за неподобающее поведение, но его представители пока собирают информацию и ждут результатов расследования. Ранения на митинге получили еще трое офицеров полиции. Всего за участие в протесте арестовали вместе с Зуан 9 человек. Атмосфера в Грейвсенде накаляется уже несколько месяцев. Власти Нью-Йорка объявили о планах построить приют для бездомных на 150 человек на 86-й авеню. Противники решения считают, что это слишком близко к школам, детским садам и центрам для престарелых. Жители говорят, что их беспокоит преступность и нестабильные люди, которые могут появиться в районе вместе с этим приютом. Из-за этого они и вышли на протест. Ну а на этом на сегодня все. Еще больше интересных новостей о жизни в США на сайте Форум Дейли. Если вам нужна эмиграционная консультация, обращайтесь к адвокату Екатерине Муратовой. Вопросы и предложения по нашим выпускам отправляйте в СМС на номер 437-599-9769. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. До встречи ровно через неделю. С вами был я, хороший ведущий Дмитрий Сахно.